Общий дом более чем для 75 национальностей. В Ненецком округе отметили День народного единства. На празднике, который состоялся во Дворце культуры Арктика, в этот день можно было не только увидеть и попробовать на вкус культуру разных народов, но и побывать в самых отдаленных уголках региона с помощью многочисленных площадок. О самом вкусном и интересном расскажет Любовь Пермякова. Я татарин. Родился здесь, чуть-чуть подрос тут, а потом уже уехал. По своему началу я сначала даже не знал, что я родился тут. Я думал, что я родился где-то в другом городе. Один раз мы приехали сюда. Мне город понравился. У меня тут есть много друзей, много братьев. Тимур Ганиев сегодня один из самых активных гостей праздника. Говорит, что за два часа обошел почти 20 экспозиций, которые представили землячество и диаспоры, проживающие в Ненецком округе. Впечатливо то, что я на втором этаже нашел выставку, а там был граммофон. Я в своей жизни никогда его не видел. Граммофон, а точнее его переносной разновидностью, со скрытым рупором, патефоном, похвасталось андикское землячество. 80-летний музыкальный аппарат, несмотря на почтенный возраст, до сих пор в отличном состоянии. И как в 30-е годы, готов и сам завестись с полоборота, и завести публику. Включаю это рычажком. Булочком. Мы предоставляем здесь дом, который построен в 1881 году в деревне Андик. Это сейчас является самым старым домом и в деревне Андик, и в Ненецком автономном округе. И все вот эти вещи, там пришли телефон, патефон, с этого дома, прялка, грабилка и фотографии. Кстати, старые фотографии можно было посмотреть практически у каждого землячества. Многие снимки сделаны в населенных пунктах, которых уже нет на карте округа. Один из них – поселок Просундуй. Историю исчезнувшей деревни и судьбы ее людей бережно хранит председатель землячества Мария Филипова. Вот это корни Раисы, будущей олимпийской чемпионки, корни находятся на Просундуе, 160 километрах от Нарьянмара. Там родилась мать, там родилась бабушка. И вот прабабушка, прадедушка, они были первыми жителями Просундуя. Именно первая семейная пара Анна Никитишна и Илья Артемьевич Шевелевы являются предками четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной. Таких историй в копилке председателя землячества о жителях Просундуя много. Сегодня гостям праздника о них Мария Диамидовна рассказывает за чаем с коми-блюдами. Ведь в День народного единства можно было отведать кулинарные шедевры разных национальностей. Например, представители азербайджанской диаспоры угощали самым красивым медом в мире, приготовленным из лепестков роз. У нас розовый мед и не продажа, и нигде найдет такое вкуснятие. Это попробуйте, как мед, роза, вкус розы, сразу чувствуется, что там. И полезно на сердце. Для себя привезли, остался там килограмм, ну, угостил всех. Ну, очень вкусно. Еще одно землячество – татаро-башкирское, которое в прошлом году пополнило семью национальных организаций Ненецкого округа, специально для праздника поставили юрту. В ней многочисленных гостей угощали национальными сладостями. Это чак-чак, конечно, чай сладкий он. И в зависимости от того, из какого района кто, видите, он разного вида. Есть побольше, есть потолще, есть по… да-да-да-да-да, то есть разновидностей моря. У представителей татаро-башкирской диаспоры богатый был не только стол, но и традиционные костюмы. Это концертный костюм вот на мне, но с элементами обязательными, которые в татарском костюме присутствуют. Это платье обязательно с валанами, ну, в основном у простых девушек, в основном был. И конзол, удлиненная жилетка. Красоту и колорит национальных костюмов, богатство блюд и традиций на праздники продемонстрировали 32 землячества. Как отметили представители народов Белоруссии, Украины, Азербайджана, Дагестана, Чечни, Татарстана, а также члены общин Коми и Ненецкого народов, в регионе созданы хорошие условия для их развития и дружбы. Мне хочется, чтобы они подружились и вот не было всяких войны или что-то такого. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.